Вот можно спросить, друзья, как весь мир до этого докатился, до этого безобразие? А как могло быть иначе, если испокон веков обучение основано на повторении мать-учения? Повторяю, пока не получится. Это вырабатывает шаблонное мышление исполнительского характера. И поэтому, когда люди попали в неопределенность, накопленных противоречий, когда переходят сейчас на цифровизацию, растерялись. Поэтому в нашей школе, в честь будущего Homo Futurus, есть дополнительный принцип. Принцип обучения на основе повторения, еще принцип подбора путем перебора по критерию минимального усилия. Не повторяй, пока получится, а ищи, что получается, отбрасывай то, что не получается. И тогда начинает появляться уверенность, и начинает получаться то, что раньше не получалось. Это как раз таки у нас синхрометод. Синхрометод, потому что сам вообще подход, он уже практикуется у нас много лет. И развивает изобретательское творческое мышление. И позволяет десятки раз сократить время любого обучения, тренировки, восстановления. Вот так, друзья. Поэтому, когда сейчас говорят «сохраним разум на планете», посмотрел в Википедию. Что означает разум? Разум обозначает, вот простыми словами, это высшая степень мыслительного процесса, то есть способность человека думать и рассуждать творчески, рационально, абстрактно. Собственно, наш вид рода людей называется Homo sapiens, человек разумный. Так, я нашёл в Википедии. Правильно. Разум – это мыслить творчески, абстрактно, то есть отвлечённый от конкретной ситуации, на уровне высшего, такого, высшей точки зрения, как говорится, не в конкретной ситуации. Вот когда мыслить конкретной ситуации, там выскакивает сразу в памяти у некоторых просвещенных людей теоремы Гёделя. Что в любой достаточно мощной системе невозможно решить какую-либо задачу, там есть такие задачи, которые невозможно решить, не выйдя из системы. Точно так же мозг работает. Если вы не отойдёте от холста, вы не видите картину в целом. Как говорил Есенин, лицом лица не увидать. Вот эта вот эмоциональная дистанцированность, она как раз-таки расстояние, они связаны между собой. Поэтому, если вы хотите эмоционально дистанцироваться, выйти из кокона какой-то проблемы и решить задачу, вам надо выйти на нулевое состояние безмятежности. А это как раз делается принципом подбора, путём перебора действий, синхронных к текущему состоянию в моменте, когда снимается страх, шаблоны мышления и авторитеты, и вы уже начинаете понимать, что и как вам надо делать в том или ином случае. До встречи, друзья!